Всем добрый день. Меня зовут Александрова Ольга, и я хотела бы сегодня представить вам результаты эмпирического исследования на тему «Психоэмоциональное благополучие матерей, воспитывающих детей жизнеугрожающими заболеваниями». Это исследование проводилось в рамках гранта РГНФ по психоэмоциональному благополучию при поддержке Санкт-Петербургского университета, кафедры психологии развития. И здесь я освещу только небольшую часть этого большого исследования. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в психологической науке и практике остаются нерешенными в полной мере вопросы психоэмоционального благополучия родителей тяжело болеющих детей, а также выявлений форм и методов поддержки, позволяющих им достигать большую полноту ясмысленной жизни, действовать активно, совершать выборы и испытывать удовлетворенность жизни в целом настолько, насколько это возможно, исходя из сложившихся обстоятельств. Также стоит отметить, что целостная оценка психологического состояния человека в настоящий момент затрудняется тем, что в психологии не существует единого подхода к пониманию психоэмоционального благополучия, включающая разные аспекты данного феномента. И в данном исследовании мы рассматриваем его как интегративное образование, включающие личностные, когнитивные и аффективные компоненты. И такая позиция позволяет подойти к пониманию психоэмоционального благополучия человека с позиции целостности, с учетом всей сложности и противоречивости внутреннего мира человека. И что касается гипотезы, мы предположили, что психоэмоциональное благополучие матерей, воспитывающих детей жизнегурожающими заболеваниями, отличается от матерей, воспитывающих условно здоровых детей на разных уровнях психического, аффективном, личностном и когнитивном. И в процессе исследования нам было важно увидеть, насколько отличается, какова разница и в чем она проявляется. Выборку составило 93 женщины от 23 до 55 лет, средний возраст 37 лет, которые воспитывают детей от 1 года до 17 лет. В подгруппу номер 1 вошли женщины с детьми с тяжелыми и незначительными заболеваниями. И, как вы видите, только 25% составило онкологические заболевания, не на терминальных стадиях. Всего группа составила 52 человека, средний возраст родителей 34 года. И в контрольную группу, группу номер 2, в которой не выделилось какой-либо общий детериминант, связанный с данной трудной жизненной ситуацией и обозначенной нами как условная нормативная жизненная ситуация, была представлена женщиной, воспитывающей условно здоровых детей, 41 человек и средний возраст 39 лет. И, как мы видим, данные подгруппы равноценны по большинству параметров за исключением изучаемых. Так, и хотелось бы разобрать методики, которые мы использовали. Когнитивные компоненты мы исследовали с помощью методики «Шкала удовлетворенности жизнью Диннера». Также мы использовали «Шкалу удовлетворенности условиями жизни» Кобиной, а также авторскую методику «Семантический дифференциал жизненной ситуации». Аффективные компоненты исследовали с помощью таких методик, как оценка психической активации, интересы, эмоционального тонуса, напряженности и комфортности, а также «Шкала счастья Фордис». И третий блок для изучения личностных показателей благополучия использовались «Шкала РИФ» в адаптации Жуковской-Трашихиной и методика «Система смысла жизненных смыслов». Для сбора биографических данных мы использовали авторскую анкету. Я специально остановилась в так подробных методиках, чтобы в дальнейшем было вам более понятно результаты, как мы их сопоставляли. Так, мы переходим непосредственно к результатам. Исследуй когнитивный компонент психоэмоционального благополучия матерей, в подгруппах номер один и номер два, мы выявили более низкий уровень внутренней гармонии и психологической удовлетворенности в первой группе. То есть матери болеющих детей воспринимают себя менее благополучными, удовлетворенными и позитивными. Они также менее удовлетворены с такими сторонами и условиями жизни, как жилищные условия, использование денег, медицинское обслуживание, возможность общения с искусством. Но в целом оценивают условия жизни как удовлетворительные. Свою жизнью ситуацию они оценивают скорее как определенную и разрешимую, но при низких позитивных ожиданиях. Что, как мне кажется, является очень важным наблюдением. Анализ эффективного компонента психоэмоционального благополучия, это устойчивое эмоциональное состояние и баланса аффекта, показал, что у матерей в трудной жизненной ситуации, обусловленной болезнью ребенка, в сравнении с матерями в нормативной жизненной ситуации, показатели психической активации по самооценке выше, чем у матерей условно здоровых детей, а комфортность, эмоциональный тонус и интерес напротив ниже. В то же время данные параметры в обеих группах находятся в пределах средних значений от 9 до 15 баллов, как мы видим. Женщины в трудной жизненной ситуации чаще ощущают себя более несчастными и реже испытывают нейтральные эмоции, они более тревожны, что, в общем-то, понятно для данной ситуации. В трудной жизненной ситуации испытываемые в большей степени испытывают эмоциональный дискомфорт, это сниженный эмоциональный фон, эмоциональная напряженность, недовлетворенность. У них сильнее выражены как астенический компонент, усталость, расстройство сна, вялость и пассивность, быстрая утомляемость, также фобический компонент, то есть неуверенность в себе, а также ощущение собственной бесполезности, ощущение непонятной угрозы и хронические страхи. Социальная среда при этом воспринимается как источник тревожных напряжений и неуверенности в себе. Изучение личностных показателей благополучия показало, что для матерей, воспитывающих детей с тяжелыми заболеваниями, значимо доминирующими являются семейные ценности, что свидетельствует о потребностях матерей, заботиться о членах своей семьи и, вероятно, жить ради них. Менее значимыми в данной группе являются смыслы, связанные с реализацией собственных способностей и возможностей. По шкале РИФ отмечается значимость наличия целей и занятий, придающих жизни смысл, жизненные цели. И переходя непосредственно уже к основным выводам, хотелось бы подвести итог и сказать о том, что психоэмоциональное благополучие матерей, воспитывающих детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, как мы увидели, значимо отличается от такового у матерей, воспитывающих условно здоровых детей, по всем исследуемым компонентам – аффективным, личностным и когнитивным. Так, в трудной жизненной ситуации, обусловленной длительной болезнью ребенка, в некоторой степени, вернее, прошу прощения, то есть данная трудная жизненная ситуация, обусловленная болезнью ребенка, в некоторой степени активизирует у женщины личностные ресурсы, способствует осознанию целей, придающих жизни смысл, отсечению главного в данный момент жизни от второстепенного. И, вероятно, ведущую роль в этой ситуации играет именно активизация семейных смыслов, направленных на поддержку спасения ребенка за счет снижения стремлений к самореализации в целом. Для данной ситуации характерно также усиление психической активации, несмотря на снижение интереса, эмоционального тонуса, комфортности, наличие тревожности и в целом удовлетворенности жизнью, а также восприятие ситуации как разрешимой и определенной при низких позитивных ожиданиях. И хотелось бы отметить, что, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что матери в трудной жизненной ситуации в большей степени нуждаются в профессиональной психологической поддержке, именно в осмыслении, переосмыслении и в когнитивной переработке ситуации, а также ее эмоциональном переживании и принятии. Большое спасибо за внимание. Ольга Викторовна, спасибо за блестящий доклад. Коллеги, есть ли в зале вопросы? Да, пожалуйста, у нас вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Губенко Марина, студенка МГМСУ, Московского вуза, 6 курс, будущий онколог. Я так понимаю, у вас было три группы. Это условно-здоровые, матери с терминальными стадиями, нет? Две группы. Две группы. Две группы. Группа номер один – это родители, матери, воспитывающие тяжело болеющих детей. Это какие, с онкологическими заболеваниями или… Отметено. Я отмечала только 25% – это онкологии, все остальные заболевания – это дети, репетиционный потенциал, которых исчерпан, то есть практически исчерпан или полностью исчерпан. Это дети, которые обследовались в детском хосписе. Но стадии нетерминальные. Понятно. Было бы просто интересно посмотреть исследования, допустим, женщин, как они реагируют на, если болеет ребенок онкологическими заболеваниями, если, допустим, у ребенка там пил нефрит или там паролапс метрального клапана. То есть они же тоже испытывают какой-то дискомфорт, они тоже переживают, вот как бы сравнение вот такое. Да, вы совершенно правы, такие исследования мы проводили и проводим по настоящее время. Именно вот в рамках данного доклада это освещено. То есть это можно, да? Конечно, да, конечно. Ирина Викторовна, может быть, несколько слов о выкладках этих наблюдений для нашей аудитории? Есть ли принципиальные различия в переживаниях матерей? Вы знаете, мы рассматривали очень разные параметры. Если в целом различия действительно есть в отношении будущего, в отношении оценки ситуации текущей. И очень важно, мне кажется, ну, забегая там, да, в другие исследования, хотелось бы отметить, что, ну, что является ресурсом, наверное, да, в чем отличие? То есть вопрос, вы хотели бы матерей? Ну, давайте я на ресурсах-то расточусь. Мы выявили, что для матерей, переживающих заболевания детей, которые угрожают их жизни, ресурсами является отношение к будущему. И, как ни странно, у этих родителей более сверхоптимистичное восприятие будущего. Что соотносится с оценкой ситуации, да, вот с восприятием текущей жизни ситуации? У родителей, которые воспитывают детей с тяжелыми заболеваниями, возможно, с тяжелой инвалидностью, у них более, так скажем, ну, они более реально воспринимают текущую ситуацию, и отношение к будущему у них тоже более реально. И это не является таким ресурсным для этих родителей. Что еще хотелось бы отметить в данном контексте? Вот, действительно, отношение к ситуации, оценка текущего периода является важной как для одних, так и для других. И вот отношение к ситуации, которые они переживают, мы соотносим с гореванием об утрате здоровья ребенка. И здесь различается как раз вот это горевание. Если у родителей с тяжелыми заболеваниями, ну, которые возникли, возможно, в результате чердовой травмы, да, либо какая-то катастрофа, здесь подчас существует надежда, вернее, не существует надежда, а подчас мы видим, что родители, опять же, более реально воспринимают данную ситуацию. Они больше вкладываются, так скажем, на начальном этапе лечения ребенка, и постепенно приходит принятие понимания того, что, ну, ситуация неизлечима, ну, неисправима, да, в полной мере. А ситуация онкологического заболевания на всех стадиях, и на стадии ремиссии, на стадии рецидива, как правило, сохраняется вот это вот сверхоптимистичное, да, отношение, поскольку родители видели ребенка здоровым, не нарушен вербальный контакт, если мы говорим, да, если сравним с группой детей с тяжелой инвалидностью, и это помогает им совладать ситуацией в настоящем. То есть ресурсом, да, как я уже сказала, подытожить, является отношение к будущему и отношение к ситуации. В этом такое очень важное различие. Мы проведем много уже исследований, поэтому... Я прошу прощения, можно ли сказать, что родители детей с врожденными заболеваниями и в некотором смысле более адаптированы, чем родители детей с онкологическими заболеваниями? Здесь требуется больше адаптации в начальном этапе. Ну, просто они раньше начали к этому привыкать, да? Да, 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 согласна. То есть разное переживание, горевание в утрате ребенка, здоровья ребенка, прошу прощения. Да, утраты здоровья ребенка. В онкологических это происходит на последних этапах, а здесь на начальном. Спасибо. Ответила ли Ольга Викторовна на ваш вопрос? Да, спасибо. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы есть ли в зале? Кристина Наркановна. Ольга Викторовна, планируете ли вы расширять и продолжать свои исследования в этой области? Очень бы хотелось. Я вижу в этом большой смысл, и мы это уже обсуждали с коллегами. Я надеюсь... Есть ли какие-то практические рекомендации из этой области? Да, по результатам наших исследований, все рекомендации, которые мы, так скажем, планируем, да, в течение исследований мы отражаем в методических пособиях, руководствах, и это уже материал... Их нужно запрашивать и искать, либо, может быть, они где-то размещены? Мы размещены на сайте детского хосписа очень большое количество материалов, которые были опубликованы по результатам наших исследований. И сейчас планируется еще одно методическое пособие, как раз с центром «Радуга жизни» по сопровождению родителей на этапах ремиссии заболевания ребенка. Елена Ивановна, на Вашем сайте будет представлена эта металлическая пособия? Спасибо огромное. Мне кажется, это очень важная информация о том, где можно увидеть практические результаты этих исследований и практические рекомендации. Я думаю, что все, кому это интересно, уже это записали. И свободный доступ и бесплатно распространяются. Спасибо. Спасибо.